В Балакове прошла первая в этом году встреча по вопросу обманутых дольщиков Саратов-Гостроя. Накануне Нового года был сдан дом номер 5 в третьем гомикрорайоне. Его достроила компания депутата облдумы Леонида Песнова «Балжилстрой». Это дочернее предприятие Саратов-Облжилстроя. После этого дольщики еще двух домов, номер 3 и номер 12, обрели надежду, которая рухнула на днях. Леонид Песной заявил, что оборотные средства его компании заморожены, а потому пока помогать обманутым дольщикам, в том числе и в Балакове, он не может. Так о чем говорить на встрече, если картина весьма расплывчатая? В ближайшее время все виновники по результатам расследования обманутых дел, представлены перед судом. Ну и то, наверное, что вас больше всего интересует страховая компания, наверное, я от вас больше узнал это уже. По страховой компании расследование уголовного дела продлено до апреля. Единственное, что позитивно можно сказать, 350 миллионов живыми деньгами на счетах арестованы, то есть это ни имущество, ни долги чьи-то. Это живые деньги, которые уходили в третью организацию. Их удалось вернуть, и они, вот я только что заговорил, с корпусом управляющим находятся на счетах. Дольщиков третьего дома, о строительстве которого сейчас идет речь, интересует прежде всего тот момент, нужно ли им будет вкладывать дополнительные средства, и как вообще будет проходить сотрудничество их ЖСК и застройщика. Когда начинается строиться дом, никто гипотетически не считает, куда вы же отдали деньги в Саратов-Гострою. А строить ее будет другая организация. Здесь другая экономика складывается. То есть председатель ЖСК проводит собрание. Наталья, если я в чем-то не права, вы мне поправите, да? То есть формируется, сколько будет стоить квадратный метр, правильно? Какие у вас есть активы, кто не доплатил деньги, это тоже активы. Какие у вас свободные квартиры есть, да? То есть это тоже есть ваши активы. И допускается возможность, что вы будете еще складываться на квадратный метр. И строятся квартиры, строятся квартиры под дольщиков ЖСК возрождения. Вас, к сожалению, там нет в этом ЖСК. И формироваться квартиры будут под дольщиков существующего ЖСК. У вас по судебному решению денежные выплаты. Да, ЖСК имеет право по законодательству принимать новых членов. Наталья, я правильно говорю? Но уже на общих основаниях за денежные средства по стоимости квадратного метра, сложившиеся на момент строительства дома. Понятно, что третьи и двенадцатые дома находятся на стадии фундамента. А потому об их строительстве изначально речи не велось. Нужно было найти подрядчика хотя бы для пятого практически готового. Людей привели к тому состоянию, что надо было только решить вопрос с пятым домом. И нас сейчас очень красиво говорят, ой, что вы столько вложили сил, столько энергии, столько всего, чтобы построить пятый дом. Да, возможно, может быть, и вложили какие-то силы и какую-то энергию. Но как этот дом строился и какая ситуация сегодня внутри этого ЖСК, знают только сами люди. Какие дома у них идут внутри раской, как там все происходит. Одни остались с квартирами с отделкой, другие остались с голыми стенами и бетоном. Никому-то этого дела абсолютно совершенно нет. И как люди дальше будут решать эту проблему, тоже сегодня это остается все за дверями того же ЖСК. Так как я там гневала и ночевала три месяца, я была в этом доме, я общаюсь с этими дольщиками, нет там такого однозначно, что люди крайне недовольны. И когда люди шли на то, чтобы заселиться в квартиры, они собирали собрание, и я там лично присутствовала, они понимали, что не будет отделки. И недовольство ни один не высказал. Они говорят только спасибо, какой у нас классный дом, у нас теплый, у нас хороший дом, у нас с водой, у нас все нормально. Я была там 10 числа, вы мне про что говорите? Зачем вы говорите? Подождите, Наталья Леонидовна, мы собрались здесь по какому вопросу? По вашему дому. Зачем мы говорим за глаза о том доме, кого здесь нет? Но по последней информации, застройщик не может достраивать проблемные дома, поскольку активы его заморожены. Об этом сообщают саратовские информагентства. Но директор Балжиостроя Валентина Алексеева заверила, что у фирмы все в порядке. Я не знаю, что заморожено, какие средства. Мы являемся дочерним предприятием Балжиостроя, Саратов по Балжиострою, который является единственным учредителем нашей организации. Стройка 21 микрорайона идет в рабочем режиме, зарплата выплачивается, материалы покупаются, налоги платятся, механизмы работают. Могу сказать с полной ответственностью, что все наши дочерние предприятия, работающие и в Саратове, и в Энгельсе, в том числе и по домам на обманутых дурщиков, которые тоже после Нового года ввелся на Большой горле. Значит, все предприятия работают в штатном режиме. Говорить о том, что у Саратову нужно строить что-то происходит, да? Происходит, возможно, я не могу комментировать, что это, да? Вы прочитали и где прочитали. В интернете много всего пишут про всех. Наверное, хочешь что-то про себя узнать, спроси в интернете и у людей. Я вам отвечаю за то, что наша организация работает в штатном режиме. Заместитель министра строительства и ЖКХ тоже поспешил успокоить дольщиков, но прогадал с примером. Александр Александрович, можно я еще добавлю? Поймите, вот на третий дом Леонид Александрович заходит как подрядная организация. То есть все финансовые средства будут проходить через ЖСК. То есть ЖСК будет рассчитывать с ним как с подрядной организацией. Он никак не везет, он как подряд. Значит, вы мне дадите, вы зачем меня перебиваете? Вы меня и зачем перебиваете? Ну, мне не надо перебивать, в смысле, меня не забивайте, пожалуйста. Значит, он заходит как подрядная организация. И, соответственно, вся экономика объекта будет складываться в ЖСК. Ну, грубо говоря, не будет Леонид Александрович, другой будет подрядчик. Понимаете? То есть и по новому законодательству, это как бы для примера говорю. По новому законодательству экономику объекта нельзя с одного объекта перекидывать на другой. Поэтому тут как бы, если она есть экономика, значит есть. Если ее нет, значит ее нет. Как бы хозяйственная деятельность этого предприятия может не привязать. А вы что-то как-то саботируете немножко, вот мое мнение личное. Что вы на встречу сейчас куда-то уводите в сторону. Значит, смотрите, что касается инвестора. Инвестора, вот вы зацепились за это слово инвестора. Почему у нас Песной, Леонид Александрович, да? Потому что, вот вы сами сказали, да, подрядчик, чтобы проводить какие-то работы. Если слабый подрядчик, он будет, да, ждать, когда будут продаваться квартиры. А если сильный подрядчик, он за счет своих оборотных средств будет нарабатывать какой-то объем работ, там первые два подъезда построят, грубо говоря, и будет уже потом ждать. Потому что, если мы найдем слабого подрядчика, типа как ваш Саратов, конечно, у нас ничего не получится. Поэтому в этом и имеется. То есть, он инвестор в плане того, что он инвестирует свои оборотные средства в стройку. А не ждет, когда будут продаваться квартиры. Потому что на начальном этапе они продаваться, понятно, что не будут. Может быть, не все получается так успешно, с такой скоростью, как бы нам хотелось. Но на данный момент у нас сформирован полностью участок под Большой дом. Реестр, геодезия, геология. Завтра снимается требование. Мы на следующей неделе ставим перед собой задачу. У нас практически вся администрация, кто с этим связан, работает с утра до вечера в этой задаче. Чтобы дать разрешение строительству, предоставить застройщику начать осваивать соответствующую форму. Сформированную. Мы ему передаем. Да, это у нас на сегодняшний день задача номер один уже по третьему дому.